Мухали из племени Джалаир был одним из самых известных соратников Чингисхана и его выдающимся полководцем. Он происходил из рода Джад, это была одна из ветвь Джалаиров. Его отец, чье имя в сокровенном сказании произносится как Гунва, передал Мухали вместе с его родным братом Буга на службу Чингисхану, когда тот еще не был ханом. Он сказал будущему потрясателю вселенной, пусть мои сыновья будут твоими слугами у твоего порога. На тот момент Мухали не было и 20 лет. Переход на службу к Чингисхану произошел в тот период, когда между тюрко-монгольскими племенами шла яростная борьба за власть. А сам Тимуджин еще не был наречен именем-титулом Чингисхан. У него был небольшой улуз и он только начал свой путь к власти. Вокруг молодого Чингиза собрались самые отчаянные и смелые люди. Среди них был Борчу, Джалме, Чилаун и многие другие. Мухали участвовал практически во всех войнах Чингисхана на территории нынешней Монголии и отличился смелостью, храбростью и полководческим даром. Согласно сокровенному сказанию, Мухали одним из первых заявил Чингисхану, что тот будет новым каганом, кто объединит разрозненные кочевые племена. В тот период Чингисхан еще совместно кочевал со своим побратимом Джамукой, но множество людей, включая знатных наенов, уже видели в Тимуджине именно ту силу, которая должна править в степи. Его происхождение из правящего рода Кияд Борджигид, а также выдающиеся качества стали тем фактором, который сплотил вокруг него множество людей из самых разных племен и родов. Когда влияние и авторитет Чингисхана усилились и соответственно количество его воинов приумножилось, он назначил Мухали тысячником. Вместе с другими прославленными полководцами, Мухали внес весомый вклад, чтобы сокрушить противников Чингиза и добиться для него ханского титула. В 1206 году, когда Чингисхан был провозглашен ханом на Курултае, он разделил свое государство на три части – центр, левое и правое крыло. Это было традиционное деление для кочевников, известно еще с эпохи гунов. Во главе левого крыла он поставил Мухали. Он обратился к командующим крыльев со словами «Вы и я оглобли одной телеги, как плечи одного тела. Вы должны быть как одно целое». Также Чингис сформировал личную гвардию Кишиктен и командовать ею назначил Мухали, Борчу, Чилауна и Борагул Найона. Полководческий и управленческий талант Мухали в высшей степени развился во время похода Чингисхана в Северный Китай против государства Чжурджений. А в дальнейшем, когда Потрясатель Вселенной воевал против харизма на Западе, он самостоятельно командовал армией и покорил значительные территории династии Цзинь. Первый этап войны против Чжурджений начался в 1211 году и длился до 1216 года. Во время этой кампании Мухали командовал одним из корпусов, который действовал к северу от Пекина. Согласно китайской хронике Юаньши, эти области подвергались тотальному разграблению, а население несло большие потери. По его приказу были вырезаны все жители города Мичжоу и память об этом осталась в летописных сводах. После 1216 года, когда Чингисхан возвратился в свою ставку, он назначил Мухали командующим армией в Северном Китае. И эти функции он исполнял вплоть до своей смерти в 1223 году. Чингисхан даровал ему титул «Князь государства», что имеет параллели с различными тюркскими державами, где второй по статусу титул после хана принадлежал «Бекам» или «Бекляр-Бекам». Чтобы никто не оспаривал полномочия и власть Мухали, Чингисхан предоставил ему грамоту на право управлять и вести войну в Северном Китае и даровал ему золотую печать, как символ власти над китайскими территориями. Надпись на этой печати гласила «Сыновья и внуки непрерывно из поколения в поколение будут передавать друг другу это государство». Кроме того, Мухали был пожалован парадный экипаж «Девятихвостая белая знамя» с изображением черной луны и трон из серебра. Чингисхан всем объявил, что отдав приказ, Мухали ставит это знамя, а это равносильно тому, что прибыл лично я сам, и это мой приказ. В армии, созданной Потрясателем Вселенной, была жесткая дисциплина, и никто не ослушался его указания. Назначив его командующим войсками, он отдал ему такой приказ «Земли к северу от гор Тайхан освоил я, а земли к югу от гор Тайхан, к ним приложишь свои усилия, ты, Мухали». Горы Тайхан находились к северу от реки Хуанхэ. В итоге, в 1217 году, под командованием Мухали, началась вторая фаза войны по уничтожению государства Цзинь. Он вел войны на территориях современных китайских провинциях Шэньдун, Шаньси и Шэньси. Он неукоснительно исполнял приказ в Чингисхана. Когда в 1222 году появилась в небе какая-то необычная звезда, это либо комета, или вспышка сверхновой звезды, военачальники приняли это небесное знамение, как плохой символ. Но Мухали сказал, «Государь приказал мне подчинить центральную равнину, если я не стану идти вперед из-за небесного явления, то когда же я подчиню поднебесную? Разве, нарушив приказ Чингисхана, я сохраню верность?» Этот эпизод как раз и характеризует силу воли Мухали. Война в Северном Китае под командованием Мухали характеризовалась широким использованием монголами воинских формирований из числа местного населения. Это были китайцы, кидани, а также перепешники из числа джурджений. В это время монголы стали активно осваивать завоеванные территории. Сторонником этой политики был знаменитый советник Чингисхана Кидань Елюй Чуцай. Он советовал хану щадить простое население и собирать с них налоги. Именно Мухали активно реализовывал эту программу. В то же время китайское население Цзинь ненавидело джурджений и часто добровольно переходило на сторону армии татар. Например, один из знатных китайских кланов сформировал из числа своих сторонников так называемую армию чистой радости и она воевала на стороне Мухали. Кроме того, на стороне монголов против Цзинь действовала китайская черная армия. В нее входили тысячи и тысячи ханьских воинов. В армии Мухали против джурджений также воевали крупные формирования из числа киданий. В целом Чингисхан поощрял тех, кто переходил на его сторону, давал им высокие титулы и власть. И такая политика проводилась не только в Китае, но и на других территориях. Мухали для лучшего управления завоеванных земель впервые учредил походные провинциальные управления, которые китайцы называли Синшэн. Это что-то вроде военной администрации. Также по его приказу были составлены карты Северного Китая. В 1221 году в Ставку Мухали прибыли послы государства Южная Сун, написавшие после этого отчет или записки под названием Мэнда Бэйлу, где изложили историю татар Чингисхана. Согласно этому отчету, название «Монгол» было заимствовано от другого народа с похожим названием, но проживавшим за тысячи километров на восток, на территории современной Маньчжурии. Согласно запискам южнокитайских дипломатов, этому их научили джурджинские перебежчики, а сами они не знали, что означает название «Монгол». Согласно Мэнда Бэйлу, татары Чингисхана восхищались монголами как воинственным народом, который долго воевал с династией Цзинь. Также в этом источнике приведены факты, что Мухали и все военачальники и сановники Чингисхана называли себя татарами. Это породило дискуссию в научных кругах. Некоторые ученые считали, что на тот момент название «Монгол» еще не было так распространено среди населения державы Чингисхана, и большинство из них по-прежнему идентифицировали себя как татары, с оперательным названием, которым обозначались кочевники, проживавшие к северу от Китая. И лишь приблизительно к середине XIII века, согласно их оценкам, название «Монгол» утвердилось в сознании многих кочевников империи Чингисхана. Тем не менее, вокруг источника Мэнда Бэйлу до сих пор идут споры, так как сведения, указанные там, не вписываются в общую теорию о происхождении термина «Монгол». Вместе с тем, в записках южнокитайских дипломатов приведены описания внешности самого Мухали. Указывается, что он был красивой наружности и не желал сбривать макушку на голове, как делают другие татары. Он обвязывал голову платком, носил узкое платье и говорил на различных языках, что говорит о его поликультурности. В общем, Южная Сун хотела заключить союз с Чингисханом для совместной борьбы с джурдженями. И они на тот момент вели войну с ними, но в 1223-24 годах потерпели от них поражение. И только при Угадее выступили совместно с татаро-монголами против Дзинь, но это было недальновидно для них, так как сами потом стали жертвой Кублайхана. В итоге Мухали провел серию успешных кампаний против джурджений. В 1222 году его армия взяла крупный город Тайвань и древнюю столицу Китая Чаньянь. Но через год, в 1223 году, Мухали в возрасте 54 лет скончался от болезни. Обращаясь к своему младшему брату перед смертью, он сказал, «Я был помощником Чингисхана в создании государства, вершил великое дело, носил доспехи и держал оружие в руках 40 лет. Совершал походы на восток и на запад. Ни о чем не сожалею, кроме одного, не покорил остатки джурджений. Ты справишься с этим». Но после смерти Мухали его сын Балу продолжил дело отца. Он воевал в северном Китае до тех пор, пока на трон не взошел сын Чингисхана Угадей, который лично возглавил армию для окончательного разгрома государства джурджений. Известие о смерти Мухали глубоко опечалило Чингисхана. В тот момент он возвращался из харизмийского похода и был где-то в районе Сырдарьи. В итоге Мухали внес большой вклад в становление империи Чингисхана. По сути, он был вторым человеком после Потрясателя Вселенной. А его род Джалаир стал придворной аристократией при дворе чингизидов и по иерархии был приближен к роду Киат-Борджигин, имея большой статус. В дальнейшем Джалаиры играли значительную роль и в других частях империи Чингисхана, в Мухалистане и в государстве хулагуидов. Так завершилась жизнь выдающегося полководца и государственного деятеля эпохи Чингисхана, который по праву считается его правой рукой и заместителем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свое мнение в комментариях.